Жители села Байдебек Толгарского района уже многие годы вынуждены мириться с проблемами нехватки воды, перебоями электроэнергии и с отсутствием асфальтового покрытия в их родном ауле. Еще один волнующий сельчан вопрос это отсутствие школы. Как администрация сельского округа пытается решить перечисленные вопросы жителей узнавал наш корреспондент. Село Байдебек Толгарского района насчитывает около 100 домов. Однако в небольшом селе при этом немало серьезных проблем, решения которых жители ждут долгое время. По словам сельчан примерно 5 лет, однако до сих пор никаких изменений в селе так и не произошло. Когда отключается электроэнергия, нам приходится пользоваться свечами. Перебои со светом в нашем селе являются серьезной проблемой и для школьников. Они не могут вовремя выполнить домашнее задание. Из-за того, что дети вынуждены учиться в таких условиях, здесь речи нет о качественном образовании. Причем с таких проблем с электроэнергией в соседних селах нет. В селе Байдебек установлено два вида опоры воздушной линии электропередачи, разницу между которыми можно заметить невооруженным глазом. Если столбы, установленные по заказу местного акимата, сделаны качественно, то опоры ЛЭП, размещенные за средства жителей села, находятся в аварийном состоянии. Светают жители и на качество дорожного покрытия. Выслушав все жалобы сельчан, наша съемочная группа обратилась за ответами в сельский акимат. В настоящее время в селе Байдебек на семи улицах у нас гравийное покрытие, а также проведены водопроводные трубы. Однако проблема отсутствия освещения до сих пор остается актуальной. На личные средства жителей временно установлены столбы электропередачи. Но чтобы решить эту проблему окончательно и обеспечить светом все улицы села, нам необходимы были дополнительные денежные средства в размере около 500 миллионов тенге. Проект по установке опоры ЛЭП уже прошел экспертизу и готов к реализации в следующем году. Еще одна проблема, волнующая сельчан – дефицит воды. Недавно жители населенного пункта были вынуждены трое суток жить без питьевой воды. Однако после подачи она была непригодна для использования. Эта вода непригодна для употребления. Она ужасно грязная и даже скот ее не пьет. В настоящее время ведется прокурорское расследование в отношении подрядной организации, которая не обеспечила должного качества питьевой воды для жителей села. Стоит отметить, что еще одной проблемой является отсутствие школы в населенном пункте. В ближайшем общеобразовательном учреждении ведутся ремонтные работы, в связи с чем детям приходится посещать школу в соседнем ауле. Обнадеживающим фактором является наличие автобуса для перевозки школьников. Однако вследствие отсутствия остановок детям приходится ждать транспорт на улице. У нас нет даже остановки. Зимой детям приходится стоять на морозе, ожидая автобус. Многие из-за этого не посещают учебное заведение, а из-за пропусков хромает успеваемость. Заместитель Акима сельского округа пояснила, что на данный момент не все проблемы смогут быть решены. Часть из них по срокам найдет поддержку лишь в будущем. Поскольку расстояние от села Байдибек до города Талгар составляет 40 километров, а до села Нуры 15, сельчане озвучили просьбу о присоединении населенного пункта Байдибек к соседнему силу Житыген, расстояние до которого всего 2 километра. Как нам жить в таких условиях? Дети даже не могут получить качественное образование. Вопрос присоединения села Байдибек к соседнему стратегически важный, резюмирует жители населенного пункта. Ведь это поможет ускорить решение существующих проблем в будущем и улучшить качество жизни сельчан.